Всем доброго времени суток! Иди, моя девочка, бегай! Люди добрые, я обещал в понедельник узнать про Донецкий зоопарк. Мы все узнали, как раз с утра мне обстановку, как говорится, доложили. Ну, рассказали про эту обстановку, разговаривали. Но я только приехал с работы. Сейчас не совсем удобно об этом рассказывать, потому что у нас в данный момент находится Вика, хендлер наш. Она занимается с нашими собачками. Я бы хотел этот процесс посмотреть, также заснять для вас. То чуть попозже я обязательно об этом расскажу. Так что я сейчас пойду к Виктории, посмотрю, как она занимается с нашими питомцами. Вроде, а ну, а ну, а ну сюда, а ну, маленький. Чемпиончик нас, чемпиончик. И также хотел всех вас поблагодарить, кто нас поддерживал. Кто нам желал... Что вы со мной сделали? Кто нам желал удачи и всего хорошего. Просто не было времени отвечать. Ай-яй-яй-яй, не царапайся. Не было времени отвечать на комментарии. Я прошу прощения, всем огромное спасибо. Мы все комментарии прочитали, посмотрели. Класс, спасибо вам огромное. Так, я побежал к Виктории. Чуть позже выйдем на связь с вами. Всего доброго. До встречи. Виктория у нас занимается. Викуль, еще раз огромное тебе спасибо. Все тебя поблагодарили за самурая. Сказали, какая ты молодец. Это большинство благодаря нашей Виктории, нашему хендеру. Командная. Командная. Спасибо тебе, родная. Спасибо большое. Так, у нас самураячик занимается. Два, один. Нет-то. Кто это? Нет. Кто это? Да. Ай-яй. Ай-яй-яй. Нет, не тупчемся. Встаю. Нет. века сложно заниматься когда собака взрослая они не слушаются получается это же самое как человеку взрослому даже айфон который никогда не пользовался да и обучить и куля можно еще один вопросик пожалуйста скажи пожалуйста вот по поводу лапы хотел бы чтобы наши друзья подписчики тоже увидели знали об этом нашим и всем рассказываем практически от них ничего не скрывая что сам у нашего красавчика на чем мы будем работать потому что они вот позиции небольшой размет и параллельно друг другу и 5 должна быть собрана как будем поближе покажу пожалуйста люди видели ростопырина получается одно дело одно дело когда то есть это исправимое все я приобрету обязательно коль это чем больше собака будет по гравию бегами к этот комфорт неудоб не чтобы он сжимал лапу получается сложно поэтому собака машинально начинает лапу собирать кому а так как сейчас зима и негде приобретем детский коврик это не всем собакам подходит абсолютно разные проблемы по ногах но в данном случае ему я думаю что мы будем использовать спасибо тебе большое дорогая не отвлекаю выключаю что выключаю все обожать как ты говоришь балалайка спасибо что за руку делает у него все хорошо просто будем че с ними как заниматься стою молодец молодец сиди лежать на лапу стою гуляй молодец сиди сиди гуляй сиди лежи Красиво, ну вообще, ну вообще. Лежай. Стоять. Сиди. Лежим. Буляй. Мы еще каким-то командам будем потом обучать его век? Конечно, у нас там еще непочатый край работы. И послушание будем делать. Я чувствую, что он в твоих руках и заговорит, Вика. Не скучно. Только ты меня предупреди, пожалуйста, чтобы я инфаркт не получил. Да-да. Хорошо, что я им не говорил. Прикинь, зайдет, скажет, пап, когда, как, денег, да, или когда выставка, папа. Мясо дарит. Молодец. Зайка. Молодец. Теперь можно за командой через раз давать еду. О, кстати, я хочу посмотреть, как это, а то он без еды ничего не делает. Ну в чем, вот я отберу для кусок, да? У меня, я про себя имею в виду. У тебя понятно? Да, но не даю ему. Он делает там сидеть. Я не даю лапу. А, ты в руках зажимаешь, получается. Я зажимаю, да. А потом зажимать не буду. Он привыкнет, что он не за каждый раз получает. Когда обучаем, да, надо давать за каждую выполненную команду. А когда он уже знает этот блок, там, вот, команды, то можно давать через раз ему лапу. Ага, спасибо. Потом оставим лапом, сколько за команду, ко мне. Он все остальное будет делать. Знаешь, что-то не общай, поэтому все равно его поощрять надо. Он должен быть интересным. Так, еще, знаешь, что хотел, Вик, сказать? Многие тебе передают привет, желают тебе всего самого наилучшего. Скажи, пожалуйста, что я заскриниваю и все тебе отправляю, и ты много чего читаешь тоже от меня. Да, очень приятно. Да, вот видите, там просят передать Вике, я всегда передаю. А у нее нет времени, к сожалению. Или, к счастью, не знаю, как правильно сказать. Она постоянно занимается. И некогда ей читать. Но частенько я ей сделаю скрин, отправляю. Она интересненькая, я знаю. Она мне всегда отправляет в улыбки. Ей приятно. Так что спасибо вам огромное. И от меня и от Викули вам огромное спасибо. Все, я тогда буду отключаться, не буду мешать. Спасибо, Вика. У меня сегодня один из самых дорогих операторов. Это наш Витокий Хемблер. Я ее уговорился, люди добрые. Даже она меня снимает. Посмотрим, как она снимает. Донашнее задание. Вика сказал, что я повторил то, что она сейчас делает. Вик, правильно я говорю? Я не даю. Просто прижимаю вот так. Да. Ну, в зависимости от того, какую команду делаете. А на коленку я должен дать ему лакомство. Ну, несколько раз делаете. Это не обязательно, да, какое-то определенное качество. Все, я вас услышал, Виктория. Сидеть. Сидеть. Ты чего меня позоришь? Сидеть. Сидеть, Ваня. Много раз не повторяйте команду. Он должен выполнять ее быстрее. Давай еще, оператор, я вас услышал. Лежать. Стоять. Не отдал. Молодцы. Сидеть. Сидеть. Собрать. Сидеть. И чего он так? И чего ты меня позоришь? Сидеть. Чуть ниже ручку сделаете. Сидеть. И задвигаете как бы на него руку. А, вот. Сидеть. Нет, задвигаете немножко настойчивее. Понял. Сидеть. Нет, вот прям рукой толкаете его. Сидеть. 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 Чтобы он не пятился. Чуть выше руку и как бы толкаем, ну, заводим его. Это как раз хорошо для наших людей. Подвечек, микрофон закрываешь так. Люди подписчиков хорошо, чтобы они тоже видели, как они сразу получают. Сидеть. Сидеть. Он не сильно побоишь дивизию, не позорь меня. Нет, немножко не так. Берете лакомство. Да. Даете ему понюхать лакомство. Да. Да. И настойчиво заводим. Сидеть. Сидеть. Молодцы. Сидеть. Режать. Чуть дальше ручку. Стоять. Сейчас я там. Вот видите, люди добрые. Я это пытался сделать без лакомства. Он меня не прислушался с первого раза. А Виктория вам прислушался сразу с первого раза. Хоть она с лакомством, хоть она без лакомства. Ну, у меня это получилось. И, естественно, я буду тренироваться, заниматься, чтобы у меня это получилось дальше. Спасибо большое. Всем, Пик, спасибо. Виктория обучает самурая идти назад. Я такого не видел, люди добрые, честно говоря. Мури, назад. Молодец. Назад. Молодец. Назад. Еще. Молодец. Вик, и при этом ты его не подкармливала, да, получается? Ну, вот я пару кусочков ему маленьких дала. А так нет, вот он сосет вкусняшку. Назад. Молодец. Назад. Вот вообще старался сейчас. Молодец, умница. То есть ты даже замечаешь, когда он старается, да, Вик? Ну, видишь, он же максимально поднимает ногу. Получается, я его не двигаю, а он шагает. Главное не толкнуть его, а чтобы он сам делал движения ногами. Тогда это правильно. А рукой ты его толкаешь или просто направляешь руку? Когда учила, подталкивала, да. А сейчас, потом вообще еду уберем, он будет сам шагать. Может быть, назад он будет шагать. Я понял. Будем делать там команду рядом, например. Тоже будем делать рядом. Назад, чтобы он шагал. Это же тоже будет там с минимальным количеством еды. Ну, касаемо сивы, кормить надо все равно. Это же не бельгийская обчарка, которая за интерес. Назад. Молодец. Он шагает. Назад. Если попа болтается, мы его управляем. Потому что он должен по прямой. Все. Остальные секреты не раскрывай. Спасибо, Виктория. Я дошла вот до Хомки. Вот смотрите, сейчас извиняюсь, Вик. Посмотрите, что она сделала с дивана. Обратите внимание. Вот ее диван запачкался. Так, у Хомы были проблемы с командой стоять, да, Вик? Он ее не делает в прошлый раз. А, я-то не смог это сделать. Ты-то не делал. Я-то пытался без тебя сделать, и у меня не получилось. Ну, потому что по очереди стоять, молодец, сиди, лежи, молодец, стоять, молодец. Блин, как она четко встает, Вик. И по выставочному, да, встает, по-моему? Да, встает зайка. Посмотри. Вик, а вот ты скажешь зайка. Зайка не может травмировать ее лапку, которая сейчас прибаливает у него? Да нет, она, в принципе, ножом-то же сидит. Поднимается курс. А то многие пишут, якобы, может быть, из-за зайки. Нет, нет. Вот, Сема стоит, смотрите. Молодец. Молодец. Стоит. Молодец. Ух ты, ух ты, как круто. Слава Богу. Сиди, держи. Да, да, катай, красота. Молодец, у меня там. Молодец. Спасибо тебе, Вик, большое. А то многие говорят, что були там тяжело встают, тяжело присаживаются, тяжело это. Если с анатомией все в порядке, с головой тоже, никаких проблем у этой породы нет. Так что, люди добрые, у нашей Викули такие проблемы нет. Спасибо тебе большое, Вик. А да, кстати, Вика недолго занималась, Хомой, чуть-чуть. Больших нагрузок нет, по чуть-чуть. Спасибо тебе, Вик, большое. Держи нашего графчика. Сиди. С полслова Вику понимает. Зайка. Ой, молодец. Ой, какой красивый пёс. Молодец. Хорошо. Молодец. Стоит. Хорошо. Сиди. Стоит. Хорошо. Сиди. Лежи. Хорошо. Стоит. Булей. Спасибо. Люди добрые, сейчас Вика обучила, но и это не будем снимать, это не снимали, как обучают. Есть свои тонкости, и все снимается с разрешения Вики, чтобы собака с пола не подбирала. Викуля позанималась совсем недолго, минут 20-25. Сейчас вы посмотрите, какой результат. Я буду держать графа за поводок, Вика будет раскидывать. И он не должен ничего с пола подобрать. Возьми, пожалуйста, Виналий, помоги. Что-то будет лежать, чтобы он не видел, чтобы это Вика раскладывали. Я подкачели, положу, подраслю. Подкачели? Да, подкачели. Давай. Могу действовать? Да, проходи. Пойдем гулять. Поближе покажи, чтобы было видно. Вот у нас тут лежат лакомства, которые он обожает. Вот он стоит рядом, буквально 50 сантиметров от лакомства. Я расстояние покажи, как он стоит, Вина. Даже давай дальше, как я сделаю, Вина. Сделаю вот так, чтобы лучше было видно людям расстояние. И все, да. Вот граф, вот лакомство. Граф не смотрит на лакомство. Он смотрит на меня. Вот к этому ему, и Вика его научила. Обучила ли мне. Не хочет гулять. А можно еще расседать, пожалуйста? Да. Смотреть, как грязь. Земли нельзя подбирать ничего. Он ничего не должен с земли подобрать. Он рядом нюхает вокруг лакомства, но к лакомству не подходит. Земли нельзя подбирать. Не важно, лакомство это его или не лакомство. Ну что, кидаю под ноги? Давай под ноги попробуем, Вина подвиги. Смотри, как под ноги кидаются, чтобы видно было. Вот с этой стороны, Вина подвиги, чтобы всем видно было. Ему прям под ноги лакомство. Обратите внимание, он смотрит на лакомство и отворачивается. Счастье, но ему счастье. Сейчас Вика провоцирует ее. Провоцирует, смотрите, как. М-м-м, вкусно. М-м-м, м-м. М-м-м. Обалдеть. Обалдеть. Я счастью не предел. Молодец. Люди добрые, вот и занятие, вот и топ-хендлер, вот и человек-кинолог наш с высшим образованием. Спасибо всем большое. Мы еще вернемся. Я попросил нашу Викторию, чтобы тоже чуть-чуть для нас позанималась с боссом, потому что босс как-то один стоит, веселее занимается, жалко становится. За компанию. Да. Хотел бы услышать Викино мнение, как мы с ним занимались. Хвостом виляет, довольны? Молодец. Куда пошли? Сиди. Молодец. Трессированный, лежачий. Ой, какой молодец. Стоять. Умница, молодец. Ой, какой сиди. Молодец. А лапочку дашь? Ой, какая лапа. Молодец. А вторую лапу дашь? Дай лапочку. Ой, какой молодец. Вот такой у нас мальчик. Молодец. Умница. Что скажешь, Вик? Оно прям классное, конечно. И все это, Виктория, благодаря вот этому молодому человеку, который всегда занимается с боссом и никогда его не оставляет. Ты уезжаешь, Вик, а ему это, потому что с боссом не занимались, он идет, берет босса и начинает заниматься, чтобы босса было не обидно. А я по камерам. Юналь, спасибо тебе большое. Ты настоящий друг. Не делайся, а то он будет надеть лопу на меня. Мы еще что-то. Виколь, а скажи, пожалуйста, мы можем какие-то занятия для него придумать тоже? Да, мы можем что-нибудь подумать придумать. Подумай, пожалуйста, скажи. Молоденький уже, но я думаю, что... Кстати, друзья мои, Вика поправила меня, она говорит, Олег, не называй меня топ-хендлером. Я ведущий хендлер, да, Вик? Ну, немножко не так, но... А как, скажи, пожалуйста, чтобы люди знали, а то Виктория у нас такой черт. Мой любимый хендлер. Нет, для меня ты топ-топ-топ. Я тебя называю топом, я так хочу называть тебя топом, потому что то, что ты творишь чудеса, они реально чудеса. У меня настроение сразу поднимается, когда Вика приезжает. Все, спасибо большое. Мы пошли ужинать. Мы пошли ужинать, а собачки будут отдыхать. Виктория, вам низкий поклон, дорогая. Спасибо тебе огромное. Все. Да, мой родной, тебе понравилось? Счастливый. Смотри, как он, видишь, как... Смотри, как хвостом виляется. Посмотри, ну, посмотри, ну, ты моя лапочка. Все, с тобой тоже будем заниматься. Обещаю тебе, да, с тобой тоже будем заниматься. Все, ты тоже будешь заниматься. Ты тоже на выставке готовишься, да. Тебе я отдельную выставку делаю. И так люди говорят, что я выставки делал, проплачиваю. Вот ему я сделаю отдельную выставку. Вик, ты будешь хендлером, Ювенале будет экспертом с Викой, а я буду организатором. Зрители как раз наши питомцы будут. Все, всем удачи, спасибо. Всем до свидания. Все, пока-пока. Люди добрые, мы на стриме говорили по поводу... Мне задали вопрос, касаемо, знаем ли я, что творится в Донецке, в зоопарке. Я сказал, да, обязательно свяжемся, узнаем. Если чем-то можем быть полезны этим людям, то мы обязательно поддержим их. Животных, я имею в виду, поддержим. Так и произошло, мы связались. Сегодня с утра тоже нам дали подтверждение. Я не знаю, кто такой Зубков. Там какой-то ажиотаж в Ютубе идет. Мы непосредственно связались с Геннадием Борисовичем. Да, Геннадий Борисович. Вышли на него напрямую, уточнить, очень адекватные, очень спокойные, эрудированные. Ну, добрейший человек. Добрейший. Человек не просил помощи. И всегда говорил, мы справляемся. Мы сами. Видно, что ему эта помощь нужна, но он не просит ее своими силами. После 20-минутных переговоров с ним, он просто сказал, что ему нужно. Сеточка, какая-то арматура, проволока, электроды и так далее. То есть, я так понял, что для укрепления вольера. Потому что вольеры пострадали. Кормят они нормально. Что я хочу сказать. Я хочу поблагодарить Геннадия Борисовича. Я лично сам не разговаривал. Мне передали разговор. Помощник есть. Ну, золотейший человек. Просто я в восторге. Что творит? Без паники, без ничего. Мы попросили отправить список. Он говорит, у меня нет ни компьютера. У меня нет ни технику. Ну, там нет ничего. Я так понял. Не вдавался в подробности глубокие. Тяжело все это. Так что мы связались. Переговорили. Помощь нами будет оказана в ближайшее время. Помимо помощи, там еще надо понять, как это все доставить. Как все это сделать. Нужен небольшой процесс работы, чтобы это все сделать. То есть, ваша просьба выполнена. Будет сделано. Еще раз я скажу и повторюсь. Я не говорю о благотворительности. Но, коли этот вопрос был задан на стриме. И он такой обширный стал на всех телевидениях. И мне неоднократно писали на стриме. Вашу просьбу я выполнил. Поэтому я огласил, что когда мы будем отправлять и передавать мне спасибо и т.д. и т.п. Этого не будет нигде. Я не буду выставлять. Я сразу вам говорю. Касаемо помощи благотворительной еды, сухого корма. Да, Дима, это его работа. Он работает. Он тоже участвует. Он тоже помогает в этом. Поэтому он это, наверное, скорее всего, будет ставить. Всем большое спасибо за внимание. Всем удачи. Успехов. До новых встреч, друзья.